Девушки отдыхают И сегодня мы продолжим проходить Need for Speed Underground 2 Остановились мы на том, как я прошел все доступные гонки на джипах Да, это было трудно, я не знаю, как мы будем в дальнейшем это все проходить Наверняка придется пользоваться регулировкой Вы мне в комментариях много писали и слова поддержки, и советы давали Сегодня мы, наверное, настроим нашу Короллу от Drift Может быть, настроим ее еще и под все, но это такое Потому что логов мне скинул правильные настройки Почему бы этим не воспользоваться? Я в любом случае продолжаю делать видео, но не знаю, с какой скоростью я их буду выпускать Потому что это ужас Ну хотя бы раз в неделю, наверное, попробую Не забывайте, ребята, также ставить лайки, писать свои советы Я все стараюсь читать Ну и давайте уже начнем Так, во-первых, мне нужно в карьеру зайти Я так понимаю, сразу можно регулировку, да Отлично Сразу настроим, только вот под какой тип гонок Давайте сначала настроим под спринт и под кольцо Так, спасибо, я не хочу это смотреть Это все очень понятно Так, регулировка Начнем, наверное, с бут И топливной системы Я сейчас смотрю, как логов настроил Поэтому вот стараюсь повторять все как по книжке Правда, настроить идеально у меня не получается Оно плюс-минус будет, как у него Как-то оно не хочет делаться ровно Ну, где-то, наверное, так Около того Это у нас будет регулировка, наверное, под все типы гонок такая Отлично Это я под кольцевую сейчас настраиваю, но оно не особо важно Так, теперь подвеска Подвеска отвечает за поведение машины Знаю я уже Минус 96 надо будет Потом минус... А, тут все правильно Затем 2,55 3,46 4,99 Вот я доверяю логову просто в этом вопросе Потому что У меня тут почему-то не ставится 4,64 Сразу перескакивает на максимум Ну, допустим, пусть будет так, ладно Далее 5,40 По максимуму Ну, плюс-минус у меня будет Это... А, все правильно, все правильно Задний стабилизатор Вот, он тоже 5,40 Короче, что тот, что другое нужно на максимум поставить И вроде как это все С подвеской закончили Только, блин, нужно для каждого типа гонок это все повторять Но я это сделаю уже вне записи, потому что это и так долго Но вы видите, как я это буду настраивать Аэродинамику я трогать, наверное, не буду Или поставлю просто ее под серединке Чуть-чуть больше, чем посерединке Пусть будет вот так Все, все остальное А, еще закись азота Точно Мощность или длительность? В прошлый раз я думал, что длительность это будет классно Потому что шикарный вариант Все-таки, чем дольше тратится, тем лучше Но сейчас поставлю больше на мощность Потому что нужен разгон Все, по идее Трансмиссия КПП Так, ну на кольцевых гонках, наверное, все-таки ускорение больше нужно Давайте поставим вот так Все-таки упор на ускорение, а не на максимальную скорость Так Замер Ну ладно, замер я делать не буду Просто сохраню это Выбор режима Сохранить конфигурацию Дальше Драг Вот в драге надо будет настроить получше Регулировку Попробую подвеску так же настроить, как у логов Которую я сейчас использовал Так что тут ничего сверхъестественного Я просто повторю то, что уже было Так, предельная скорость мне ни к чему Я выкручу вот так вот на ускорение Потому что В драге это очень важно Чем быстрее ты начинаешь, тем лучше Только я не понимаю, оно сохраняется или нет? Ну вроде как да Аэродинамика Ладно, аэродинамика трогать не буду Не хочу ничего лишнего сделать Тормозной путь зависит от покрышек и тормозов Чем лучше резина, тем круче ты сможешь выпендриваться на трассе Спасибо, не хочу настраивать ее Только вовремя остановиться Но и удачно пройти поворот В данном случае делаем все то же самое Примерно так, наверное, оставлю И закись азота я на мощность, конечно же Какую там длительность, все на мощность Это будет под драгрейсинг Хотя можно даже затестить Давайте затестим Тест драйв Проверим как раз На примере А вдруг я хуже сделал На всякий случай Тем более первый раз я сюда зайду А я не знаю, у меня до этого прогасовка была Большая Или нет Долго длилась Ну разгон до сутки в принципе неплохой Тем более машина пока не очень прокачана Но все же мне стоит, наверное, сначала проверить на дефолтных настройках А потом вот на этих Лабораторию, регулировка А, я могу прямо здесь это сделать? А давайте-ка я поставлю все по умолчанию Проеду И потом выясним Это что, каждый параметр нужно будет ставить? Ладно Наверное, это того стоит Так, я вроде как поставил все, что у меня было по умолчанию Давайте проедем таким образом трек Хочу посмотреть, что конкретно изменится Может быть мы дольше ехать будем? Да нет, так даже быстрее Может быть Я сейчас получше проехал Разгон до сутки еще лучше Ха Ну тогда давайте Единственное, что я сделаю из настроек Где там оно? Регулировка Я сделаю только Трансмиссию КПП на ускорение Наверное Вот так И посмотрим, что из этого получится Остальное я делать не буду Ну, кстати, так даже получше Может действительно не стоило ничего прокачивать? 17 секунд Тогда было 19 2 секунды разницы Это при том, что Я ничего не менял, кроме вот Одного параметра Максималка ниже, но зато разгон получше Да по сути и двигатель не нужно настраивать Ну ладно Ладно, раз так получается, что действительно под Дрэк Рейсинг Ничего не нужно настраивать Давайте вот что сделаем Я отменю все под кольцо, что я там настроил Регулировка Где это? Как выбрать О, вот Выбор Выбор режима Кольцо Как его стереть? Регулировка Все поставить по умолчанию Разве что Закись азота Я сделаю все-таки на мощность больше Это единственное изменение, которое будет Так, сохранение Выбор режима Давайте возьмем дрифт Ну, потому что все остальное это неинтересно Дрифт И настроим его так, как нам скинул логов Может быть как раз под дрифт самая адекватная настройка будет Потому что там сложнее всего сейчас дрифтить 0.96, потом 0.99 Настраиваем так же, как это было под кольцо Но я потом решил это все отменить И проверим заодно, почему нет Передний стабилизатор должен быть на полную И задний тоже должен быть на полную Хорошо, это я настроил Трансмиссия КПП Наверное тут все на ускорение Потому что зачем тебе в дрифте предельная скорость Вот так будет получше Аэродинамика трогать, наверное, я ее не буду Хотя прижимающая сила наверняка все портит Но, допустим, ничего не буду тут шаманить А вот шины и тормоза это уже поинтереснее Нам нужно поставить здесь 2.31 Судя по тому, что отправил логов И здесь нужно поставить минус 0.00 Распределение тормозного усилия Ну и естественно нужно еще настроить движок Это самое главное вообще Ну вы понимаете, я сделаю это точно так же, как Пытался в первый раз под кольцо настроить Где-то примерно так оно должно выглядеть Судя по тому скриншоту, который логов мне отправил Так что так я и оставлю Отлично И закись азота Тоже на мощность Не на максимальную, но предмаксимальную Этого будет достаточно Все Теперь давайте сделаем тест драйв Интересно, что-нибудь от этого изменится вообще? Да, скорость Скорость не очень Но закись азота у меня же нет Получается Вы знаете, неплохо Я не знаю, как было при дефолтной настройке Может быть не так уж и отличается оно Или наоборот там было лучше Но то, что я вижу сейчас Меня вполне устраивает По крайней мере скорость набирается адекватно И дрифтить можно более-менее Ну вот, я даже 10 тысяч набираю Когда у меня такое было вообще? Последний раз, когда я в дрифте участвовал Меня там все удержали Но то, что боты набирают больше, чем ты Это факт И это зависит именно от уровня сложности А я принципиально не хочу его менять Чтобы он был там Средний Блин, столько очков потерял А, так оно походу бесконечное Так, можно вечно ездить Зачем тогда я пытаюсь Дрифтить как можно лучше? Я уже понял, что оно Очень даже хорошо Может быть не самая идеальная настройка Но мне такая подходит По другие типы гонок Я не вижу смысла Настраивать конкретно короллу Может быть еще под дрэк-рейсинг Но там под вопросом Потому что Может быть я машину прокачаю Все будет очень даже неплохо Ну что ж В принципе Можно начать сначала Или точнее нет Выйти в лабораторию И сохранить Сохранить как раз Под дрифт Все Выход Наконец-то мы можем Вернуться В гараж И в принципе Пойти сразу в город Потому что нас сегодня Ждет несколько гонок Возможно Несколько дуэлей И также Профессиональная лига Которой пора бы уже заняться На чем мы там остановились Моя статистика Дам Визуальный рейтинг Процент завершения игры 13% Вы знаете Учитывая что я прохожу все гонки У меня такое ощущение Что мы с вами будем проходить Underground 2 на 100% Как все этого и хотели Ну судя по тому что я никуда не спешу Прохожу вообще все Стараюсь все магазины отыскать Наверное оно так и будет Процент побед в гонках 96% То есть я проиграл всего лишь Пару раз Ну или оно Наверное не учитывает рестарты Пару раз я проиграл Когда вот в дрифте участвовал Побеждал в конце И потом меня обгоняли Прямо на финише Такое уже было Так этап 2 я прошел А вот этап 3 Где он там Подождите А тьфу ты Это же он и есть точно Я же не открыл новый этап Процент завершения 117% Видите даже Больше чем 100% Я перевыполнил план Нужно теперь пройти Только одну профессиональную гонку То есть Побед в профессиональной лиге 2 из 3 Обложка DVD есть Побед в гонках есть Но это не все скрытые гонки Наверняка Вот где-то что 14 пишется 10 я прошел обычных И 4 скрытых Я так понимаю Так вот Их будет сложно найти Даже не буду пытаться Давайте сначала кольцевую пройдем А она еще не одна Да и заодно протестируем машинку Хотя Настроил я только Максимальную скорость Кольцевых заездов Ну точнее не на максимальную скорость А на ускорение А в спринте все дефолтное Ну потому что зачем Там и так все хорошо было Райан Ух ты Буду краток Ты даешь мне деньги И я даю тебе Карту заезда Готов? Еще бы Райан Не Райан ли Купер? Погнали Ну вот Меня вначале Начинают обгонять Сразу Наверняка За счет настройки Можно как-то Это все компенсировать Но это будет очень долго А я дитру настраивал Под кольцевую Вроде бы Вроде бы да У меня на мощность Установлена Мне кстати советовали Проходить по стенкам Когда Буду Проходить соревнования На джипах Потому что Это самый эффективный способ Повернуть Каким бы он ни был Тупым И прямолинейным Но все же Оно ведь По сути так и есть Потому что Ты скорости не теряешь На одном из поворотов Такое вообще Можно проделать Ничего себе Супра На первом месте Кем ты себя Возомнил Чувак Я уже здесь Выиграл Больше гонок Чем нужно Думаешь Это было Просто так Или это Случайность А и еще Кстати На одну из гонок Которая проходит В районе отеля Плаза Мне уже не нужно Потому что Я ее выполнил Не знаю Зачем тогда Мне Ронни Звонит снова И напоминает Каждый раз о ней Наверное Это потому что Этап еще не закончился Второй И это просто Скрипты А так Волноваться Об этом уже не стоит Да черт возьми Так Нитро неплохо Сейчас сработало Честно говоря Слушаюсь Что его мало Вот это Я его подставил Обидно Что он Не врезался Но Сложность Я не буду Менять Принципиально То есть До конца Игры Я буду Стараться Проходить На высоком Уровне Сложности И хватит Мне писать О том Что это Средний Уровень Или низкий Это Высокий Я и в менюшке Проверял И в самой игре О боже Как ее заносит От этого Вроде как То ли очки Снимаются То ли Нитро Которая Бонусом Дается Блин Надо будет Этого котика Покрасить Я правда Не придумал Какой цвет Может быть Синий Как Тома Что ли Или не стоит Его красить Черт его знает Просто чтобы Кастомизация Была 228 Надо было еще 28 Миллисекунд RX8 Supra И Peugeot 206 Диметриус Как Как Дементор Звучит Какой-то Или Смесь Дариуса И Дементора Диметриус О боже Так Сколько гонок Осталось Одна кольцевая Один Спринт Правильно И Профлига Может поехать На аксессуары Или в покраску Наверное Она находится Либо в аксессуарах Либо в покраске В каком конкретном месте Ладно Давайте еще одну кольцевую Выполним Сложно так Представить сразу Где она находится Потому что Я эту деталь уже купил Она наверняка была В аксессуарах Этот циферблат А вот Покраска Она в самой покраске Находится Или опять же В том магазине Запчастей О Можно еще Параллельно Кого-нибудь из них Уделать Хотя я не знаю Зачем Вот кроме денег Зачем Если На втором этапе Я уже получил Главный приз Я выиграл Уникальный капот Больше Ничего такого Не будет Давай Ронни Ну ты меня Подставил Конечно Посмотрите Он пытается Меня обхитрить Через фонтан Проезжает А если Я его сейчас Толкну А Ну да Хорошая попытка Толкнуть Ему Так же Плевать Как это В мост Вонде Происходит Они просто Прилипают В дороге А в свободных Гонках Или Или в свободном Путешествии По миру Какая-то Регулировка Вообще Есть Это ведь Никакая Не гонка Это просто Странствие Так Он врезался Я почему-то Сразу на это Внимание Не обратил Но Победил Должна была Быть Но тогда Ты должен был Меня одолеть Но увы О Подождите Мы как раз Возле Не Все-таки Нужно кольцо Выполнить Потому что Там три круга Наверняка И Потом с ним Мучиться Я не хочу За одной Нитро Накопим О Деньги Деньги Такое пропускать Нельзя Пускай Немного Но по-моему Да сколько Можно занос Этот устраивать По-моему Чем больше Мы проходим Тем больше Денег Потом нам Будут давать Но сейчас Пока по 50 На втором этапе На первом Было по 25 О Стоп Это что Скрытая гонка Да Это скрытая гонка Зашибись Стрит Икс Скрытый А такой Тоже бывает Что ж Ладно Паренек Здесь гоняет На машинах А не на телегах С лошадями Да Вот такие Странные повозки Без лошадей Может быть Тебе пропустить Пару заездов Пока не привыкнешь К этим странным Экипажам Хватит меня троллить Я знаю Зачем я здесь Тем более Эту гонку Я нашел Она была скрытой А можно ли Район пройти Или этап Точнее Пройти на 300% У меня уже там 117 Такое вообще возможно Ведь Скрытые гонки Присутствуют Вот надо будет проверить Сейчас после данного заезда Процент увеличится Или нет Кстати опять Трасса из первого андеграунда Держу вас в курсе Я ее хорошо запомнил Вот наверное На Стрит Икс Стоило бы тоже настроить Просто на лучшую управляемость Хотя Королла и так Отлично поворачивает Но все же Можно и куда лучше Потому что здесь Одни повороты Это кошмар Весь заезд Это сплошные повороты Вообще Эта Трасса Рассчитана На Дрифт Из первого Андеграунда Я помню Меня заставляет Тут Проходить Стрит Икс Причем он называется Не Стрит Икс А Стрит Кросс Или типа того Как мне объясняли То есть это еще и Трудности перевода Стоило бы в оригинальную Часть играть На английском Имеется ввиду Но я думаю Тогда бы точно Никто ничего не понимал Это было бы хуже Я бы просто Физически не смог Все переводить Надо закончить Эту гонку С отрывом В 6 минут Точнее футы 6 секунд И 66 Не А сколько А сколько будет По итогу Даже больше вышло 8.75 Генри Да мне звонил Он на втором месте Ну что Генри Кто теперь будет На лошади ездить По моему Ответ очевиден И кстати Денег и неплохо поднял Надо внимательно Теперь по сторонам Смотреть Потому что Такие гонки Еще присутствуют А ну-ка Давайте глянем Да 16 гонок 129% А какой предел Вообще В этих процентах Может быть Было 117 Да Или сколько Так Аккуратно Сматриваемся Ничего Подозрительного Не вижу Лили 300 долларов Ну офигеть Просто Все таки За скрытое Больше платят Заплати взнос И становись На старт Посмотрим На что Способны Ты и твоя Тачка Хотя На твоем месте Я бы вообще Не совался Сюда На таком Барахле Так Лили Это Это он? Мне кажется Или просто Опять Очередные Трудности Перевода Вполне Может быть Брызги Азота Видели Надпись А Лили Третья Или Третьей Сложно Понять Кто Есть Кто Сейчас Я немножко Разогреюсь И посмотрим Кто из нас Окажется На последнем месте Правда Они реально Мощные Я не могу Их догнать Вот так Вот Только на Поворотах О прямой Я не успеваю Набирать скорость Чтобы как-то Компенсировать Расстояние Вы это Видели? Да Лили С таким Управлением Я бы не Славался В эти Гонки На твоем Месте Я бы Хорошенько Подумал А нужно Лили Тебе Оно Посмотри На себя Какая Это жалко Или Жалкий Вас не поймешь Блин Как же Спидбрейкера Не хватает Я конечно Прохожу Повороты Более-менее Даже Без ручника Но Они такие Здесь Резкие Что очень Трудно Среагировать Это Это Второй Круг А я Еще Не Догнал Их Это Жесть Они Вот Моментально Отрываются Ты С ними Ничего Не Поделаешь Старайся Только На поворотах Что-либо Сделать Вот Я Сейчас За счет Поворота Их Догнал Как же Хорошо Что это Кольцевой Заезд Я сейчас Нажал Р Кстати говоря Но ничего Не произошло Видимо Когда едешь Когда именно Едешь Р нажимать Нельзя Так Это Плохо Потому что Ладно Я вот этого Вот остановил На Лексусе А что Делать С первым С Дейна Или кто он Там Поворот Последний Остался Не хочу Это Переигрывать Кстати Хороший Поворот Но мне Это Не Поможет Боты Беспощадные Да Второе Место И все Сначала Начинать А если Я так Сделаю Хорошая Попытка Никого Не остановил По сути Но Хотя Можно За счет Воздушного Мешка Постепенно Догонять Хотя Нет Они Отдаляются И Воздушный Мешок Не Работает Это Я за счет Лили Сейчас Ускоряюсь Спасибо Это Было Опасно Да Что Так Много Машин Только У Меня Они Вызывают Какие Проблемы Так Тебе И Надо Вот Это Нужно Было Сделать Еще В Первый Раз Мне кажется Или у меня Мощности Не хватает Они все равно Меня догоняют Прямой Как я тут Поворачивал А Плохо Тогда было Лучше Да Хватит Все Хорошо Что это Первый Круг Ну вот Да За счет Поворотов Они Ничего На них Не могут Сделать И тут Я Вырываюсь Вот Сила Тойоты Короллы Блин Это было Опасно Не потерять Бо Управление Теперь Я наверное Зря Использовал Нитро Сейчас Не самый Лучший Вариант Ну конечно же Машина Ехала Я не мог Повернуть Заранее Потому что Это Падла Ехала И там Были Варианты О Хороший Поворот Просто Отличный Победа За мной Это уже Сто Процент То что Там машина Выехала Специально По таймингу Это наверное Для всех Очевидно Было Скайлайн Вот Почему Он такой Жесткий Был Это еще Флешбек Из первой Части Почему Я сразу Этого Не заметил Он же На скайлайне Ехал Там По заду Все Понятно Такой Я невнимательный Так И остался Один Спринт Насколько Я понимаю Да Ну Как раз По дороге После спринта Можно будет Заехать В магазин И перекрасить Котика Я надеюсь Что я с магазином Не ошибусь Потому что Мне кажется Что он находится В покраске А может быть И нет Так Еще один Гонщик Ну Допустим И что это Рифмоплет Кто тебя Научил Такие Стихи Составлять Как тебе Такое Не умеешь Тогда Черт Кажется Он слишком Умный Он решил Поехать С той стороны Это не По плану Давай Разгоняйся Я же Тут Такие Трюки Вытворяю И все Просто Так Что ли Ну да Все было Просто так И не могу От него Оторваться Даже с учетом Того Гениальнейшего Мува С поворотом Зачем я вообще Решился Проходить Эту гонку Точнее Эту дуэль Если теперь Вожусь с ним И не факт Что это Продлится Одну минуту Что это Не будет Пол серии Ну да Я Провтыкал Поворот Теперь следует То ли Резко Остановиться И повернуть Как то так Вот То ли Ну да Мои любимые Мусорники Я додумал Хорошая попытка Меня так обойти Вот Молодец Я надеюсь Он после этого Не оклемается Можно будет Спокойно Оторваться От него То есть Мусорка Меня спасла Да Вы хотите сказать А как он Так быстро Скорость набирает Он только Повернул Уже все Гонит О Точно Они же тут Неуправляемые Можно поехать С этой стороны Ботов Можно запутать А вообще Стоило бы Поискать Тот туннель Который Всегда Меня спасал В дуэли Не Его надо Просто толкать А потом Ехать дальше Себе Потому что Вот эти Вот Попытки Оторваться Это можно Бесконечно Ехать Либо ждать Пока он Врежется Вы видели Как он Сейчас повернул Я на миникарте Обратил внимание Это было Моментально Еще Нитро Нет Конечно же Ура А Еще нет Я уже думал 300 метров Будет Смешно Смешно Как Тебя Можно По другому Запутать Это Кошмар Я даже С помощью Срезок Не могу Ничего Сделать Вот Смотрите Был Идеальный Поворот Он Сейчас Повернет Еще Лучше Моментально Боже Это Просто Бред Их Надо Моментально Таранить И все По другому Тут Никак Особенно На такой Сложности Ну все Он Врезался Ура Я его Сломал Этот пацан Не едет Летит Мы здесь Зовем Это Need for speed Ну знаете Ради этого Стоило Его Одолеть Просто Ради Этой Шикарной Рифмы Так Это Какой Магазин Это По идее Автосалон Насколько Я помню Мы здесь Были Недавно Спринт И От Вейна Держись Здесь Спринт Бег в мешках На другом Конце Города Может Позвонишь Рейчел И возьмешь У нее Приличную Тачку Ну Вообще То У меня Уже Тоже Приличная Тачка Потому Я прокачал ее По максимуму Да У Рейчел Машина Получше Но это Только Потому Что Она Уже Давно В этих Гонках Я Только Начинаю 350 Зет Это Хорошо Но Что Вы Вы Меня Подставили Разумеется Просто Толкнули Машину И Я Когда-то Проехал Я не мог Никак ее Сдвинуть С места Меня это Просто Убивает Почему Машины Такие Тяжелые Настолько Что я Даже Своей Не могу Никак Сдвинуть С места Даже На скорости Как будто Я В стенку Врезаюсь Или В танк Это Что за Поворот Это Они его Толкнули Так Что С тобой Таксист Кажется Они Сломали ему Жизнь Немножко Хорошо Что Спринт Уже Длинный Раньше Спринты Короткие Были Теперь Хоть Есть Время Их Догнать Несмотря Ни На Что Вот Это Хороший Поворот От Дэмси Был Да Так Сказать Ни разу Не ошибся Все Просчитал Иногда Просто Непонятно Как Быстро Она Сможет Повернуть Поэтому Я Стараюсь Это Сделать Заранее И Увы Это Иногда Не Срабатывает Не Ну В теории Еще Есть Шанс А Уже Нет Вот Это Авария Вот Это Авария Я Такого Еще Не Видел Вот Это Как В Мост Вон Дете У У меня Было В Одной Серии Когда Я Подлетел И За Счет Спид Брейкера Еще В В В В В Там Повисел Какое То Время И По Моему Кувырок Сделал Вот Это Что Подобное Было Короче Нужно Переигрывать Потому Что Данная Авария Наверное Затмила Просто Все Мои Попытки Почему Они Друг друга Не Растолкают Они Как То На Джипах Это Делают И За Счет Этого Я Могу Вырваться На Второе Место Сразу Например А Сейчас Вариантов Никаких Ну Разве Что Вот Они В мусорку Мою Любимую Врезались Меня Это Конечно Не Может Не Радовать А Я В здание Врезаюсь Еще Лучше Это По идее Последняя Гонка Потом Останется Только Профессиональную Лигу И Откроется Новый Город Ну Или Точнее Новый Район Города Так 240 Сэйкс Давно Не Виделись Я Я Тебя Очень Хорошо Запомнил Мы С тобой Проходили Карбон И Гопариуса Я Помню Что Эта Машина Все Так Первого Класса Была Как Вообще Мне Пришла В голову Мысль Пройти Именно На ней Финал Можно Было Взять Какую Нибудь Машину Третьего Класса Типа Там Карьеры Например Какой Нибудь Или Макларен О Того Ну Блин Что Это Ну Одной Машиной Которая Просто Не дает Ехать Я Останавливаюсь Теряю Полностью Скорость И Меня Все Обгоняют И Конечно Же Под конец Начинаю Догонять Но Это Уже Слишком Поздно И Нужно Переигрывать Снова Как Же Это Обожаю Точно Так Же Все Меня Уничтожили Нитро Не Играет Никакой Роли Это Как В первом Антеграунде О Вот Так Тебе И Надо Минус Один Я Вам Всем Отомщу Минус 240 С И Кто Первый Не могу Его Никак Лис Какой Не Могу Его Рассмотреть Боже Мой Ну Это Наверное Он Точно В пролете На Какое То Время Вы Видели Как Он Там Врезался Вообще В Стенку Остались Только Ты И Я А Лексус Снова Ты ЕС 300 Ну Да Конечно Как Говорится Тест Передает Привет Его Машина Довольно Быстрая Я Помню На ней Проходил Какую-то Часть Черного Списка Ну Конечно Наверняка Это Было Не В Прохождении На 100% А Вообще Когда Для Себя Проходил Тачка Реально Годная Она Не Зря У Него Под Спринт Заточена Ну Опять Ага Боже Даже Остановить Его Невозможно О Карма Мне Помогла Неужели Боже Мой Спасибо Большое Просто Огромное Спасибо Той Машине Которая Впереди Возникла Так Тесс Успокойся Да Успокойся Спасибо Боже Мне теперь Машины Помогают Стоило Мне Врезаться Причем В одном И том же Месте Я на протяжении Трех Попыток Врезался Но Теперь Врезались И они Я Просто В шоке Как можно Настолько Вот Как может Настолько Подфартить Наверное Игра Просто Сжалилась Подумала Ну Хватит Уже Перестань Мучиться Фух Королла Снова Одержала Победу Теперь Можно Отправиться В магазин Покрасить Котика В какой-нибудь Цвет Выполнить Профессиональную Лигу Открыть Наверняка За счет Этого Новый район И на этом Закончить Серию А потом Уже В следующей Серии Будем Изучать Тот район Поедем И Наверняка Будем Искать Новые Магазинчики Так Сначала В магазин Аксессуаров Может быть Здесь Оно Находится Циферблаты Ага Вот он Вот Какой цвет Сделать Может розов Не розовый Это странно Будет Но синий Тоже Как-то Не очень Смотрится Давайте Оранжевый Будет Не знаю Почему Так Остальное Я уже Трогать Не буду Да У меня У меня Так И было По-моему Я же Ничего Не нарушил Или У меня Получается Тем самым Отменилось То что Я до этого Красил Ну да У меня Явно Была Не белая Стрелка Точнее Не белая Шкала Какого цвета Она была Короче Не важно Пусть Будет Уже Так Что ж Давайте Выполним Профлигу Это последняя гонка Которая Из Открытых Или видимых Присутствует На карте Если наткнемся На еще одну Может быть Пройду Но имею ввиду На скрытую Ну что ж Я не нашел Пока никакой Скрытой гонки Больше По крайней мере Пока ехал сюда Целенаправленно Я ничего не ищу Максимум Только если Оно мне на карте Где-то По близости Покажется Профессиональная лига 1100 Зашибись Сюда приглашают Только лучших Из лучших Поэтому Прими мои Поздравления Никакого Постороннего Транспорта Никаких Дополнительных Препятствий Только ты И пятеро Соперников Рвущихся К победе Выиграть гонку Здесь означает Сделать Значительный Шаг К славе Да я вроде бы И так уже Выигрывал Тут Две гонки Из трех На данном Этапе Близняшки Какие-то Участвуют Или что Почему Две Одинаковые Машины Ага RX Восьмая Конечно же Привет Мост Вондед Опять меня Все уделали Когда я уже Буду стартовать С первого места Как победитель Или как тот Который Показывает Какой-то результат И за это У него там Появляются Привилегии Мне вообще Говорили что Во втором Андеграунде Это поощряется Если ты там Как можно Больше отрываешься От соперников Во время гонок Потом у тебя Появляется бонус То ли ты стартуешь На первой позиции То ли еще что-то Я уже не помню Этих деталей Но в этой части Оно все учитывается Тем более нам По-моему Невил или Томми Кто он там Короче звонил Говорил что это важно Я помню точно Этот диалог Или точнее Этот звонок Я под профлигу Настраивал машину Или нет Потому что А да Точно Изначально настраивал У меня же сейчас Применена настройка Логов Под эту Профлигу Как раз Затестим Но мне Все нравится Пока Может быть Конечно Моя машина Могла бы Лучше ехать На стандартной Настройке Но кто его знает Так Эклипс Посторонись Пожалуйста Я хочу На первое место Да Нормально Я его так Толкнул Вообще А почему я могу В гонках Это нормально Делать А в дуэлях Машины Просто прилипают К асфальту Как будто бы Разная физика Ну хотя В карбоне Такое было Например Там действительно Физика отличалась В гонках И В свободном заезде По городу Так Один круг Остался До Ни Хорош уже На своей РХ8 Я что Зря стараюсь Они максимально Близко Вообще Все Время Нитро Хотя нет Еще наверное Не время Надо Ближе к финишу Использовать Нитро По максимуму Например Вот так К сожалению Я его Слишком быстро Потратил Бывает 2.20 Ну так Это в гонке Два Хендая Участвовала Близнецы Вот кто Они были На Хендая 8 очков У меня Кстати Эта система Еще с первого Андеграунда По очкам Если вы помните Там тоже Такое было Я не помню Как назывались Те гонки Может быть Тоже Типа Стрит Икс Или Профлиги Но они Точно были И мы в них Участвовали Набирали Там очки А Следующий этап Это же еще не все Тут же точно Такая же система Как в первом Андеграунде Почему я на последнем месте Стартую Или Нет Не на последнем Посерединке Хорошо Я надеюсь В следующем этапе Буду на первых местах Уже Все таки заслужил Как мне кажется Почему же вы Все меня так быстро Унижаете Скажите мне Пожалуйста Что вообще происходит В этой гонке Вы Вы это видели А как он Подлетел Это ж надо Не Ну такое ощущение Что его там Жестко затолкали Это был баг Потому что машины Так не подлетают Если только В трафик Не врезаются Он на первом месте Кто ты такой А На хендай Конечно Ну что ж Первый круг И я уже на первом месте Меня это радует Тем более Мне кажется Даже Отрыв больше Чем в прошлый раз А сколько этапов всего Что-то сейчас второй Наверное Их три Потому что В первой части Эндеграунда Тоже было Три этапа И После того Как мы их Заканчивали По сумме очков Побеждали То есть В теории Не обязательно Потеть на первое место Вообще-то А зачем я так стараюсь Ну просто Если я приеду вторым Ничего страшного Не будет Я буду Разделять первое место В общем зачете С кем-то другим Потому что Будет у меня 14 очков И у кого-то Возможно Кто приезжал Тогда на втором Будет тоже 14 Но это Маловероятно По большей части Боты Финишируют Не одинаково А вообще На каком-то Рандоме Там Определяют Победителя Мне еще писали В комментариях Что ты можешь Пересматривать Как ты гонки Проходишь Я честно говоря Считаю это Бессмысленная Затея И разве что Если вы там Как-то красиво Перевернулись Это можно будет Пересмотреть Да Но просто так Пересматривать Гонку Это же Бессмысленное Занятие Зачем Тем более На записи Не просто Когда ты Для себя Играешь И когда у тебя Серия полноценная Зачем Смотреть то Что уже было Ну разве что Показать Какой-то эпичный Момент Как я уже Об этом Упоминал Или Просто что Такая возможность В принципе есть Но да Во втором Андеграунде Можно пересматривать Как Запись Будто бы Вас кто-то снимает Это прикольно Такое вроде бы Еще во флетауте Было Втором Я играл Просто только Во второй флетаут Поэтому Я не помню Как было в других частях Но такая фишка Там была Вообще конечно Многие еще и флетаут Просили на канале Но я не знаю Стоит ли За него браться Потому что Я в него играл Но не проходил То есть Участвовал только В разных соревнованиях Я совершенно не знаю Какой там сюжет Какая цель Ну наверное цель Это очевидно Победить Но все же Какими методами И все такое Я во флетауте Втором Просто отрывался Особенно в режиме Где нужно Либо таранить все машины До того как Они полностью Не разобьются Или где нужно Выпрыгивать И делать трюки В воздухе Если вы помните Да Тот офигенный этап Где ты разгоняешься На машине Подлетаешь И выполняешь трюки Человеком Ну то есть С собой Водителем Так А ну вот видите Я третий этап Могу полностью завалить То есть Пройти на третьем месте И будет более-менее Все равно Скорее всего Выиграю У меня будет 26 очков Или футы 26 22 Если я А нет Стоп На третьем месте Дается 4 очка Ну будет 20 Но все равно Никто уже не догонит Это нереально Можно не переживать А все Два этапа всего лишь Ну что ж Ребят Поздравляю Мы открыли Последний район игры Так Турбообложка Подождите Я все это не читал Получается Надоело Плестись в хвосте Новейшая система Турбонаддува Вот что вам нужно Сегодняшнего дня Во всех магазинах Запчастей Это понятно Пора бы уже Северное Нагорье Говорят Наконец-то Открыли въезд На Северное Нагорье Подтягивайся туда Если не боишься Гонок по холмам Да У меня есть опыт Я в Карбоне Проходил гонки По серпантинам Так Новые машины Открылись Это от Рэйчел В автосалоне Новое поступление Так Обложка DVD-4 On the floor Поздравляю Фотографию Твоей машины Хотят поместить На обложку Почему так быстро Две обложки Открыл За счет того Что я прошел Профессиональную лигу Или Как это работает Обложка DVD-Underground Speedzone Поздравляю Фотографию Твоей машины Хотят поместить На обложку DVD-Underground Speedzone То есть у меня Получается сейчас Две звездочки На карте Но в данный момент Я это выполнять не буду Потому что Вообще это Надо закончить серию Но смотрите Сколько всего Открылось Во-первых Куча гонок И их реально Куча Мало того Что в данном районе Их Раз, два, три, четыре, пять Шесть Шесть гонок Если я правильно посчитал Да Шесть гонок В данном районе Четыре гонки В центре И еще Четыре гонки В новом районе То есть это Четырнадцать гонок Нужно будет Их как-то Выполнить Я не хочу Их так просто Оставлять Тем более За них наверняка Уж на третьем этапе Много платят А также В третьем этапе Можно выиграть Новый приз За дуэли Там нужно Определенное количество Побед Я тоже буду этим заниматься И также Можно будет Заглянуть в автосалон Посмотреть на новые машины Которые открылись Чисто из интереса Ну и само собой Поставить турбонаддув Который Наконец-таки Открылся И у нас будет Полная прокачка Первого уровня Что ж О Нам позвонили Ну-ка Классно прокатились Все Спонсор может съесть Свою шляпу Давай заключим контракт Еще с кем-нибудь Пусть тоже утрется Так это еще и спонсоры Точно Это еще плюс гонки Эй На горе открыли Проверь Там точно Что-то должно быть сегодня Спасибо Рэйчел Я оценю твою заботу Ты всегда держишь меня в курсе Но На сегодня все Я на этом закончу Открылась куча всего Просто море контентов Это Не может не радовать В общем На этом мы закончим Данную серию В следующий раз Я уже сказал Что мы будем делать Это будет Наверняка Не одна серия Потому что Минимум 14 гонок Плюс спонсоры Плюс дуэли И плюс Исследовать новый район В котором это На горе Где тоже Куча скрытых магазинов Все это нужно будет Естественно Выполнить Ну что ж А пока мы на этом закончим Это была Шестая серия Прохождения Need for Speed Underground 2 Надеюсь Что вам нравится Это прохождение Я наверняка Буду проходить Вообще все Просто не знаю Когда это все будет Но вы Главное Пишите свои советы В комментариях Ставьте лайки И подписывайтесь На канал Если вы еще Этого не сделали С вами был Дэмпси И Need for Speed Underground 2 Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok